Глава первая. Предсказание Ангела о рождении Иоанна Предтечи. Благовестие Пресвятой Деве Марии. Встреча с Елисаветой, рождение Иоанна. Евангельская история начинается рассказом Евангелиста Луки о событиях, предшествовавших и сопровождавших рождение Иоанна Предтечи и Господа нашего Иисуса Христа. Но, к сожалению, Евангелист не поясняет, в каком именно году произошли эти события, а ограничивается краткими указаниями, что это было во дни Ирода царя Иудейского, от Луки 1-5. Когда вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. От Луки 2-1. Определение года рождения Иисуса Христа. Древнейшие отцы и учители церкви, упоминающие о годе Рождества Христова, Иустин Мученик и Тертулиан, говорят об этом вообще неопределенно. Живший в VI веке римский монах Дионисий по прозванию Малый, годом рождения Иисуса Христа, считал 754-й год от основания Рима. Этот год и принят христианами началом нового лета исчисления. Позднейшие исследования доказали, однако, что Дионисий ошибся. По свидетельству иудейского историка Иосифа Флавия, современника разрушения Иерусалима, Ирод Великий, в царствовании которого родился Иисус Христос, был назначен на царство указом Римского Сената в 714 году от основания Рима и 37 лет спустя умер, за 8 дней до Пасхи, вскоре после лунного затмения. Иудейские древности, книга 17. Но так как 37-й год царства Нейрода соответствовал 750 году, по астрономическому же вычислению, лунное затмение происходило в ночь с 13 на 14 марта 750 года, а Иудейская Пасха в том году приходилась на 12 апреля, то следует признать, что Ирод, царь иудейский, умер в начале апреля 750 года от основания Рима и что, следовательно, Иисус Христос родился ранее 750 года. Для более точного определения года рождения Иисуса Христа служат следующие данные. А. Евангелист Лука свидетельствует, что крещение Иисуса Христа Иоанном произошло в 15-й год правления Тиверия Кесаря и что в то время Иисус был лет 30-ти, от Луки 3, 1-й, 23-й. Но так как Август принял Тиверия в соправители за два года до своей смерти, в январе 765 года, и, следовательно, 15-й год правления Тиверия начинался в январе 779 года, а Иисусу Христу было тогда, по выражению евангелиста, лет 30, то следует признать, что рождение Иисуса Христа должно было последовать не ранее 748-го и не позже 749-го года. И. Б. Все евангелисты свидетельствуют, что Иисус Христос был распят в пятницу, в день Еврейской Пасхи. А так как по астрономическим вычислениям 783-й год был единственным в то время, когда Еврейская Пасха, празднуемая всегда с вечера 14-го числа первого весеннего лунного месяца Ниссана, должна была прийтись в пятницу, 7-го апреля, то следует признать, что Иисус Христос распят был 7-го апреля 783-го года. Если ему было тогда 34 года, то он родился в 748-м году, а если ему было тогда только 33 года или 34-е от рождения, то он родился в 749-м году от основания Рима. Поэтому одни исследователи считают 748-й, другие же 749-й год от основания Рима годом рождения Иисуса Христа. Таким образом, Дионисиевское летосчисление отстает от более точного не менее как на пять и не более как на шесть лет. Ко времени рождения Иисуса Христа Палестина составляла часть Римской империи и управлял ею по назначению римского императора Идумеянин Ирод, называвшийся царем аудейским. Таким образом, Скипетр, царская власть, отошел от потомков Иуды и, следовательно, по предсказанию Иакова, настало время пришествия примирителя, Бытие, 49-е, 1-е и 10-е. Настало оно еще и потому, что и седмины Данииловы приходили к концу, смотреть об этом вовведении. Все говорило за скорое явление, обещанного евреем, Избавителя Христа Мессии, и евреи ждали, что Он явится и избавит их от ненавистного римского ига. В это-то время среди священников, служивших при храме Иерусалимском, был престарелый Захария. Вероятно, священников того же имени было много, потому что евангелист Лука, повествуя о нем, счел необходимым добавить, что он был из Авиевой череды от Луки 1-й, 5-й. К служению при Скинии были первоначально назначены исключительно потомки Елеазара и Ифамара, сыновей Аарона. Но когда потомство это размножилось, и вследствие этого пришлось установить между священниками очередь в отправлении их обязанностей, то Давид разделил их на 24 череды, чтобы они понедельно совершали служение. Очереди эти соблюдались и после построения храма, в который была перенесена Скиния. Хотя Захария и престарелая жена его Елисавета отличались не только точным соблюдением всех заповедей и уставов, но и высоконравственной жизнью, истинной праведностью. Однако они были бездетны, а это между евреями считалось Божиим наказанием за грехи. Однажды, когда Захария служил при храме, пришлось ему выйти для кождения в святилище храма. Устройство Иерусалимского храма Храм Иерусалимский был построен первоначально Соломоном, но при завоевании Иудея и Новоходоносором был разрушен. После возвращения евреев из плена Вавилонского на том же месте был построен другой такой же храм, но меньших размеров. Этот второй храм состоял из двух частей, разделенных завесой. Святое святых, куда входило раз в год первосвященник в праздник очищения, и святое или святилище, в которое ежедневно утром и вечером входил для кождения священник, избираемый по жребию из всех священников очередной череды. Храм этот стоял на обширной четырехугольной площади, обнесенной со всех сторон высокой стеной. Внутри к наружным стенам пристроены были крытые на мраморных колоннах галереи или притворы. Притвор с восточной стороны назывался притвором Соломоновым. Площадь, на которой стоял храм, была разделена невысокими стенами на дворы для женщин, для израильтян и для священников. Все же пространство между этими дворами и притворами называлось двором язычников, так как далее этого двора язычников не пускали. Двор женщин назывался так потому, что предназначался исключительно для женщин-евреек, которые не допускались ни во двор израильтян, ни во двор священников. Двор израильтян, куда могли входить только мужчины-евреи, отделялся невысокой стеной от двора священников. Двор священников окружал собственно храмовое здание с трех сторон. На этом дворе стоял жертвенник, на котором приносились установленные жертвы. Таким образом, все приходившие в Иерусалимский храм молились вне храма в разных окружающих его дворах. Даже священники во время служения находились вне храма и входили в него лишь на короткое время для кождения. Вот в этот-то храм, или лучше сказать, в одно из двух его отделений, в святое, должен был войти Захария для кождения. Там стоял жертвенник, на котором священник зажигал благовонный курительный порошок, в положении и зажигании порошка и заключалось кождение. Когда Захария вошел в святое и начал исполнение своих обязанностей, то увидел ангела. Явление ангела священнику Захарии, об ангелах вообще. Неверующие в существование ангелов, а следовательные в возможность явления их людям, говорят, что воображению людей с расшатанными нервами представляются иногда такие предметы, которые, не существуя в действительности, кажутся им однако существующими. Таким же кажущимся только видением называют они явления ангела Захарии. Не отвергая того, что воображению людей, страдающих расстройством нервов, могут представляться картины несоответствующей действительности, мы полагаем, однако, что таким возражением вопрос об ангелах не исчерпывается. Задумываясь над сотворением человека, одаренного искрой божественного разума, невольно задаешься вопросом, неужели Бог остановился в своей творческой деятельности на сотворении человека, как на существе, выше которого ничего не может быть? Как не велик разум истинного человека, однако даже между гениальным человеком и Богом пропасть великая, неизмеримая? Неужели же нет иных существ, которые стояли бы между человеком и Богом? И разум, и сердце подсказывают нам ответ на этот вопрос. Должны быть существа богоподобнее человека, стоящие к Богу ближе, чем поставлен человек и постигающие существо Бога более, чем это доступно нам? Человеку, кроме разума, дана свобода воли и божественный голос совести. С этими свойствами души он может стремиться к доступному ему совершенству, некоторому богоподобию. Но какой бы степени совершенства он не достиг, хотя бы самой высочайшей, он все-таки остается существом, связанным своей телесной оболочкой, прикованным к своему земному уделу. Должны же быть иные, высшие существа, стоящие вне законов тяготения и пространства, тех законов, которым одинаково подчинены как тело человека, так и все животные и все неодушевленные предметы. Изучение природы приводит к неизбежному заключению, что строгая последовательность в сотворении живых существ, начиная от растительной клеточки библейской зелени и доходя до человека, должна была продолжиться еще далее и остановиться на создании мира духов. православная церковь учит, что ангелы созданы Богом ранее созданием видимого мира, поэтому мое выражение «строгая последовательность в сотворении живых существ, начиная от растительной клеточки и доходя до человека», должна была продолжаться далее и остановиться на создании мира духов. Может показаться некоторым читателям как будто противоречащим учению церкви. На самом же деле никакого противоречия тут нет. Бог по всеведению своему наперед знал, что и в каком порядке он создаст. По всемогуществу же своему он мог создать мира не в той последовательности, которая представляется нашему воображению. следовательно он мог сотворить мир духов ранее мира материального. Создал ли Господь духов в начале или в конце своей творческой деятельности, хотя конца этой деятельности нет, «Отец мой доныне делает и я делаю» от Анна 5-17. Это для доказательства бытия ангелов безразлично, но если рассматривать все уже сотворенное Богом, то нельзя умолчать о требовании их разума, чтобы между Богом и человеком были существа более близкие к своему Творцу, чем человек. Далее этого требования разума я не иду в желании своем доказать существование ангелов. Но помимо этих общих соображений к признанию бытия ангелов как духов бесплотных приводят нас слова Господа нашего Иисуса Христа. В конце введения к настоящему труду сказано, что Иисусу Христу можно или верить вполне или совсем не верить, середины тут быть не может. И что так как безусловно правдивому во всем, безгрешному и всемогущему, воскресшему и вознесшемуся Христу нельзя не верить, то остается один только исход верить Ему безусловно во всем, хотя бы кое-что и было недоступно ограниченному человеческому уму. А так как Иисус Христос говорил об ангелах как о существующих бесплотных духах, то мы должны верить Ему, как верим, что человек обладает бессмертной душой, которая, освободясь от своей телесной оболочки, становится тоже бесплотным духом. Все учение Иисуса Христа направлено к тому, чтобы ввести нас в этот высший мир ангелов, сделать нас ангелоподобными. И если отвергать существование ангелов, то надо отвергать и бессмертие нашей души, и будущую вечную жизнь, и вообще все учение Христа о назначении человека. Но, так как, повторяю, мы не можем не верить Иисусу Христу, то должны верить и в существование ангелов. Но вера в бытие ангелов нисколько не устраняет вопроса о том, было ли Захарии видение или явление ангела. При разрешении этого вопроса надо иметь в виду, что евангелист Лука, повествуя о явлении Захарии ангела, передает, конечно, все подробности этого явления со слов близких к Захарии, и не иначе, как словами самого же Захарии, ибо посторонних свидетелей явлений ему ангела не было. Захария же был праведен пред Богом от Луки 1-6. Следовательно, сообщая близким своим подробности этого события, он, несомненно, передал им правдиво и точно все, что сам видел и слышал. Вполне достоверный по своим высоконравственным качествам свидетель описываемого события, не способен был, конечно, к искажению истины, а потому нет никаких оснований не верить ему. К тому же, увидев ангела, он смутился, то есть недоумевая сначала видение это или явление, и когда убедился, что это не кажущееся, но действительно явление ангела, тогда только решился в этом именно смысле передать подробности совершившегося. Но так как одной праведности свидетеля недостаточно, чтобы, безусловно, поверить его показанию, то обратим внимание и на последствия этого события. Из последующих повествований евангелиста видно, что предсказание ангела сбылось с поразительной точностью, а это дает основание утверждать, что предсказание было действительно дано, а не создано воображением Захарии. А если оно было дано ангелам, то следовательно он явился, и явление это было действительное, а не кажущееся. Евреи верили, что явление ангела предвещает близкую смерть того, кому он является, поэтому страх, свойственный всем разделявшим это верование, напал и на престарелого священника. Но страх и смущение были тотчас же рассеяны Божиим посланникам, сказавшим «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». От Луки 1, 13-14. ЦИТЫ